Подводим итоги матча. Крысиная нора ветеранов. Победа ветеранов с отсчетом 4-1. Клим Чигаров, Николай Бортничук. Клим, ну вот сегодня в превью было написано, что такая проверка у Крысины нора, проверка амбиции, хорошая положительная серия. И вот сегодня встречались с одним из таких явных претендентов на медали, да, на повышение в классе. И сегодня мы должны были понять, что на самом деле стоит Крысиная нора. Уступились сегодня по делу? Знаешь, на самом деле я бы хотел рассказать одну историю. У нас с сапогов ветеранов вот такая своя личная есть история, противостояние. Несколько лет назад, это, наверное, году в 17-м, произошла такая очень хорошая закусь в интернете. Там такой был прям самый отменный треш-ток, и как раз с волей промо мы в кубке сошлись. Там была великолепная игра, вот такая очень жесткая рубка была. Коля как раз, по-моему, на скорую уехал с амнезией из той игры. Мы выиграли ее 3-2, это был знаменательный день в истории нашей команды. И вот с того момента, я хочу сказать, ОПГ очень сильно спрогрессировал. И то, что они по исполнителям мы им не уступаем. Но по командному духу, по качеству игры, по составляющей игры, они нас переигрывают. Вот все разы с того, по-моему, матча мы проиграли. Мы все матчи, по факту, проиграли по делу. Сегодня мы получили 4 гола, все 4 наши ошибки. Они не допускают ошибок. Если допускают, они катятся втроем за этот мяч. У нас непонятно. То есть проиграли абсолютно по делу. У нас моментов было и меньше. И то, что было, мы не забили. И я не знаю. То есть у них, они сели, отобрали контр-опасно, контр-опасно, контр-опасно. Ну, все по делу. Ну, мы как раз с тобой обсуждали количество мест, кто будет бороться за стыки. Я тебя хочу обрадовать, что все-таки и четвертое место будет на что-то претендовать. С учетом того, что исковал на дубль. Не претендует на повышение в классе. Поэтому, я так понимаю, сейчас цель Кристины Нары будет борьба за четвертую позицию. Ну, на самом деле, да. Я вот когда до этого рассказывал про третье место, я даже не знаю, сколько там очков сейчас после этого матча, тем более. Но ветеранов нам не догнать было бы. А вот Бродвей, там, наверное, теперь 10 будет очков. Вот надо гнаться за Бродвеем, будем стараться. Но, честно, вот показательная игра, мы сыры еще для Суперлиги. Ветеранов выйдет, будет куваться. Я говорю, я сидел, смотрел восьмером, они против Юпитера 3-3 сыграли. Они кувались, бились. И как надо играли. Мы не потянем. То есть вот на данный момент уровень Суперлиги очень тяжело будет. Мы там внизу будем барахтаться. А им вот пора, да. Им и Юпитер, я не понимаю. Тоже забирайте Суперлигу. Ну, просто это как руководители, это как сейчас Зенит ФНЛ опустится и будет играть со всеми. Но это тоже неправильно. Надо, то есть хорошие команды в путь. Николай, я Климс вспомнил тот матч. Это когда тебе там в голову прилетело. Тогда я помню, я вроде был на Софийском, да? Я же тогда присутствовал. У тебя какие впечатления от того матча? А я не помню его, конечно же. Потому что ты не помнишь ни одной победы, крысиная нора над ветераном. Получается так, да. И, кстати говоря, насчет интернет вот этой перепалки. Там, по-моему, перепалка была все-таки между командой Мечта Двора и крысиная нора. Там же был... Не, ну понятно, что это одна и та же, считай, команда, как бы. Ну да, не, я ту игру не очень помню, как бы. Там еще и Суслов, я помню, уехал вместе со мной на скорую. Ему там тоже что-то попало в глаз или что-то такое. А я помню, да, только выигрышные матчи. Но на самом деле они... Что, зимой там 5-0, по-моему, было? Сейчас 4-1. Я не скажу, что счет как бы всегда по игре, потому что рубимся всегда, в принципе, на равных. У нас просто больше желания. Мы вышли на второй тайм именно потому, что нам нужны эти 3 очка. Мы пришли их забирать. Мы проигрывали 1-0, мы вышли биться. И, в принципе, за счет этого как бы и выиграли. Ты переживал, что потери в защите, Штягин, Николаев. Но вот Потапов подтянулся. Как сегодня игралось в оборонье? Так Потапов сегодня очень хорош был. На самом деле Николаев тоже должен был подъехать. Что-то там в последний момент у него поменялось. Он писал в тексты, в пробке встал в центре. Ну, это Паша. И, ну, Штягина... Ну, я не знаю, Стас сегодня справился, конечно. Хотя гол, я думаю, все-таки его, на его совести. Но в целом, в принципе, он справился, да. Но просто когда Штягин сзади играется спокойнее всей команде, именно что и в центре можно пойти повыше. А когда Стас все-таки, мы больше прижимаемся к своим воротам. Но это не помешало нам сегодня забивать. Ну, я считаю, что Стас справился, да. Но Штягина все равно не хватает. Почему сегодня ветеранов-то начали играть только тогда, когда дождь закончился? Я не знаю. Не, ну, я сам не знаю, почему мы так поздно проснулись. Потому что первый тайм был ужасный. Хотя там были моменты. Еще, кстати, парни, вот соперника, по-моему, раза два вытаскивали там из пустых уже как бы. И нам, да, с ленточки, с ленточки. И нам всегда казалось, что это уже гол, сто процентов. Ну, не знаю, надо было дожимать. Мы, в принципе, вышли во втором тайме уже. Ну, уже забивали. Уже как бы не было такого, что мяч остался, там, останавливался на ленточке. Ну, не знаю, с чем это связано. Но это явно не в дожде дело, потому что, ну, это было бы смешно. Последний вопрос. Вы как-то обращали внимание или вообще заметили, не заметили, что Крысин и Нары сегодня по левой на воротах играет? Честно говоря, я не обратил внимания. На воротах играл полевой группой. Блин, ну, он сегодня две мои штуки потащил. Просто респект. Я даже пожал ему руку, сказал, что он сегодня красавец. Нет, на самом деле вратарь. Их нот. Если есть, как бы, ну, там... Четыре гола. Да, там никаких вопросов. А все остальное он тащил там. Ну, там даже мертвые мячи были. Так что к нему, я думаю, как бы у ребят нет вопросов. Клим, тебе заключительный вопрос. Вот важная игра с ветеранов. Как ты допускаешь такую ситуацию, чтобы на важнейшую игру у команды не оказываться вратаря? Неужели... Ну, я... Ты сегодня с утра искал, но неужели сегодня тебе вратарь только сегодня сообщил, что его там не будет? Ну, как так? Ну, поздно вчера вечером написал, что не получилось отпроситься с работы и все. Ну, мы все люди, не получилось. Но, да, Макс, он к нему вообще, он браво, как сыграл при учете, что я вообще, насколько я знаю, два месяца вообще не занимался физической активностью. И все четыре гола, там любой вратарь стоял бы, я думаю, он бы ни одного из них не потышил. Поэтому, ну, так бывает. Будем над этим работать. Завтра второй матч, с учетом первого поражения во втором круге, там, майских праздников, такого неуступчивого соперника. Какие ожидания? Завтра будет сложная игра, я уверен, такая грубоватая, потому что старая школа всегда играет грубовато. С ними будет сложно, мы в прошлый раз проиграли 2-1, ну, надеюсь. Там мы должны забирать эти, ну, вот очки. Если мы хотим чего-то добиться, то нам нужно забирать все остальные очки, включая Волну, Бродвей, старую школу, Даспирадос у нас еще. То есть впереди нас ждет очень тяжелая такая проверка. И вот если мы ее пройдем, я буду рад, но все равно сяду и скажу, ну, мы не готовы к Суперлиге. Нам нужно хорошенько кадрово усиляться. Тогда может быть. Пока рано. Спасибо.